Всем с добрым утром! У нас сегодня воскресенье! Полтретьего такого-то у нас доброго утра. Я только-только приготовила наш завтрак-обед. Я знаете, что готовила? Я готовила фаршированные кабачки. Сверху я за две минуты до окончания посыпала всё это сыром. Красотень моя вон там дальняя. Вот эти вот две дорожки-змейки для Дани. Ребят, вот это вот мой холодец. Так вот он выглядит. Он застыл. Не буду лукавить. Вчера он нифига не застывал. Я поехала в магазин, купила желатин. Заново перелила бульон, перемешивала всё это желатином, залила мясо. И что вы думаете, через 12 часов, о-ля-ля, готовый холодец. У меня теперь ролики сугубо про еду. Что ещё показывать, да, когда я на диете, мы с мужем питаемся 3-4 раза в день правильно едой. Ну, мой дневник правильного питания. Может быть, вы для себя тоже какие-нибудь рецептики возьмёте, либо идеи. Вот такой вот холодильник у меня получился. Конечно, наверху суперски застыл, внизу немного влажный. Ну, знаете, ничего, сойдёт для первого раза. Сейчас я это всё перекладываю в пластиковые коробки, чтобы освободить место холодильники. И всё, наш полник на каждый день готов. По кусочку в день. И что мы тут делаем? Что мы тут делаем? Я как могла забродикодировать. Подождите. Забродикодировать. 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 Заново, окей. Я как смогла забродикодировала раковину от сын-бушки хулигана. Да, разбойник. Картонка. Туалетная бумага. Довольно тяжёлая для его сил должна быть. Мыло. Так что вы думаете? Через такую вот маленькую щелочку он всё равно смог достать пробку. И только достать её, вытащить и с ней играться. Что мне с тобой делать? Симба, вот так тебя и тянет к этой раковине. Ну что ж там как мёдом тебе намазано, а? Красавчик. Всем привет, ребятки. У нас сегодня понедельник. И в данный момент у нас идёт лекция онлайн. На завтрак я ела холодец. И вчера на ужин тоже. Но это была самая плохая идея съесть на ужин мясо. И потом через час пойти спать. Потому что всю ночь мне снились какие-то кошмары. Какой-то бред безумного. И я заметила такую закономерность, что это не в первый раз. А когда я ем мясо на ночь, мне снится кошмар. Вот так что, если вы страдаете ночными кошмарами, то скорректируйте своё питание. На ночь лучше мясо не есть. Я думала, всё нормально. А оказалось, нет. Всю ночь ворочалась. Мне вообще такой бред снился. Мне снился, что пропал Симба. Сбежала с дома. Потом какой-то мужик в лесу приносит мне Симбу. Вместо тела Симбина морда кроличья. У Симбы. Это такой вообще ужас. Потом какие-то маньяки. Какие-то опять леса. Какие-то погони. И это вообще жесть. Я вроде бы никаких фильмов не смотрела. Единственное, что я опять же съела холодец на ночь. Ладно, теперь всё. Больше мяса точно есть не буду. Время 2.34. На заставке стоит моя мотивация. На учёбу. Кстати, вчера в Walmart я приобрела вот такие вот мягкие тапки. Классные. Скидка у них 4 доллара вместо 12, что ли. Суперские. Суперские. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Это очень-очень мало. Если бы я была на стадии где-то, не знаю, где у меня лишних 2, может быть, 1 килограмм в моем теле, то да, похудеть на 500 грамм в неделю, это было бы, знаете, очень таким значимым подвигом. Вот, но так как во мне еще лишнего жира килограмм, наверное, 20, 20, около 20, 15-20, то, конечно, 500 грамм в неделю это ни о чем, и я в шоке. Не знаю, почему так вышло. Мы диету не нарушали, но вот так вот не ухуделась, хотя делала кардио. У меня есть одна мысль почему, потому что я ела холодец, и в холодец я добавила очень много соли, ну, для бульона. Вот, может быть, соль, да, вода в организме задерживается, поэтому я не вижу на весах результатов. Также я ем суши, ну, без риса, просто обычная рыба сашими. Я использую соевый соус, less sodium, с маленьким содержанием соли, и, может быть, тоже поэтому, все равно соль, да, может быть, поэтому у меня, как бы, держится во мне вода, но жир падает, так как я ем соленое, вода держится, поэтому я не вижу результата на весах. Ну, ладно. Посмотрим, что будет в конце этой недели. Так, сегодня, вчера мы написали экзамен. Я, по-моему, рассказывала, да, я рассказывала, на что мы написали. А сегодня я ездила к зубному. Мне поставили все-таки пломбу на мой зуб мудрости. Как они не хотели ставить? Говорят, вырывайте, 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 вырывайте. Я говорю, нет, не вырву. Они говорят, ну, ладно, попробуем поставить. И сегодня я сидела с открытым ртом полчаса, и так у меня теперь болят все десны и мышцы в ротовой полости. Слышите струйки? Симба в туалете. Вот поставили мне пломбу, потом я приехала, мы поели холодца, потом у нас началась лекция, у нас пошли презентации с пятницы, и в следующей неделе у нас будут презентации, мы выступаем в среду. И все. И через неделю, не на следующей неделе, а через следующую неделю у нас будет финальный экзамен. И все, этот предмет закончится. А еще через две недели у нас начинается наша основная учеба. Такие вот новости. Вроде бы все. Больше ничего не произошло. Спасибо.